володя что книжку читаешь папарацци ах эти папарацци смотри интересная какая мысль кто ищет мира и спокойствия должен избегать женщин главный источник страданий и раздор с ума сойти ты что пожалел уже о том что ты меня когда-то увидел и полюбил сразу у тебя совсем другая жизнь была если б не я ты вот сейчас это вот это вот так вот да чего-то такую провокацию делаешь а потому что хочешь узнать правду или как всегда отложи книгу я смотрю ты какой-то у меня последнее время грустный ходишь что-то себя найти не можешь не потому что у меня есть женаты именно ты мое спасение то есть если тебя не был явно вообще угруснулся бы вот значит петрарка я так чувствую это он был не прав но у него там было сложно с любовью поэтому а уж обинга ура было хорошо его вообще был кошмар да ну в любом случае скажем любой философ даже если он тебе не нравится или даже если ты считаешь что он не прав все равно это повод задуматься любая мысль также как и моя шутка некоторые шутки мои не нравится нет некоторым нравится но каждая моя шутка заставляет людей немножко подумать задуматься где-то улыбнуться где-то засмеяться где-то грустно улыбнуться где-то критиковать где-то меня покритиковать а тоже хорошо это лишний комментарий я помню один человек не буду говорить кто очень любил меня критиковать просто пишет и пишет пишет и пишет промот вызывающий такой прям вызывающий общения не хватало это понятно что у этих людей много чего не хватает смысл не в этом смысл в том что он не критиковал я говорю давай давай критикую крючку я его еще раз задаривать а чё это у меня так разодаривать я же вас буду дальше критиковать я просто я вам хочу объяснить правила ютюба каждый ваш комментарий мне оценивается в определенную сумму денежек сейчас не получаешь ничего сейчас да я игруют раньше и он прекратил он из из вредность да и вредности чтобы не денежка лишнее шла прекратил меня комментировать злостно так я подумал ну и ладно ничего другие есть хайтеры я хочу немного тебе поднять настроение неужели налить да ладно тебе тоже у меня вообще не пьешь у нас сегодня да и поцелуй обязательно дата в августе ты меня как-то зашел и увидела а ведь мог бы вот зайти в другое время или в обеденное мое время и тогда вот и меня не увидел и мы давай коротко расскажем потому что у нас же появилось много новых зрителей которые еще не в курсе очень коротко постараюсь вообще у нас в нескольких фильмах рассказ существует в августе месяце я не москвич я вообще приехал из дальнего востока в сибири вот и вот гуляю по москве а у меня в москве была одна единственная знакомая женщина но это тоже про это рассказывал про это не будем но короче говоря ты зашел в книжный магазин случайно абсолютно случайно зашел книжный магазин и увидел прекрасную фею королеву моего мозга до мозга вот такие голубые глаза загорелая только после войска до полосатой по моему маечки до голубой маечки и вся такая счастливая все такая воздушная летающая летающая между дружными полками туда-сюда сюда я говорю девушка а можно мне вон ту книжку она вон ту в игру вон ту на самой верхней полке она показала свои красивые ножки так вот повернулась одним местом вторые места и все через час я был влюблен через два я решил жениться через три я женился но это очень коротко вообще нас рассказов на эту тему много да и вот приближается буквально наших наших годовщина нашего я дарю тебе подарок все я короче а тут у меня философ тот еще я тебе дарю авоська нашей советской авоськи советские времена аллах таких авоськах молоко на бутылка да значит зеленое было молоко не белое белое серебристое было молоко зелененькой такого в морской волны по-моему был кефир еще ряженка была ацидофилин розовая какая-то сейчас начнешь вспоминать было и времена а все как было вкусно кстати один из первых признаков старости а мы не скрываем что мы уже где-то там это очень много воспоминаний когда человек очень вот чтобы у тебя не было еще таких воспоминаний а еще жизнь продолжалась дальше я тебе кое-что подарила подарок с улыбкой с ума сошла сертификат на круиз на теплоходе константин коротков я на этом теплоходе сама хотела прокатиться а я один что ли поэтому нет я тоже с тобой со второго сентября по 8 сентября целая неделя по волге по золотому кольцу да не надо не надо готовить кушать три раза нас будет кормить кофе утром на палубе восход солнца над волгой закат и туман закаты концерты экскурсии что может быть еще лучше я надеюсь тебе это поднимет настроение сколько наших друзей мечтала проехать с нами на теплоходе хорошо что да ребята из москвы константин коротков 2 сентября выходит тверь москва сначала из москвы северный красивый у нас речной вокзал тверь прекраснейший город да я города перечисляю до дверь ну что там углич углич это в конце ярославль плюс на углич мышки мышкин мышкин твой любимый ну не то чтобы любимый но ночью уютной очаровательные мышки так встречают там такое всегда на пирсе концерт устраивает смотрю на цену и мне плохо становится я так дорого стою но мы с тобой в августе хотели кое-куда поехать и эти деньги можно сказать сэкономили я так дорого стою да да господи а ведь у нас еще кухня намечена кухня это будет твой подарок крутись как хочешь петрарка где-то был прав понимаешь нет мы это вообще пошутили про кухню мы пошутили а то есть это было не шутка нет нет не шутками жутко с тобой уже ходили определялись я уже все-таки нацелена нас на то чтобы кухню сделать ну да может быть путешествие будет поменьше хотя в сентябре я не думаю что будет меньше вот начинается уже второе сентября и мы уже в путешествие отправляемся мне голова закружилась скоро уже да скоро уже уже меньше месяца соседи надо будет надо собирать чемодан и соседи надо быть у нас одна проблема надо искать няню для муси соседи будем напрягать а чемодан да я хочу выгулить все свои наряды так что крепись ты еще не все выбрала занимайся спортом потому что чемодан будет тяжелый это не лететь куда-нибудь с маленьким рюкзачком москва москва до москва москва ребят кто желает с нами ну не с нами мы будем отдельно у нас будут love story но у нас будет за вечера обед ужин вечера дискотеки где мы можем где-то в баре сесть пообщаться за рюмочкой молока чая а кстати этот круиз еще называется кажется или нет или я что-то путаю шахматной нет точно что мы там будем шахматы играть да наверное ну по крайней мере ты всегда не жалуешься что ты не умеешь играть шахматы я пойду в бар пить молоко не атика с гроссмейстером как у тебя по математике было 5 и тебя еще хотели до в москву отправлять чтобы стал чемпионом константина каракова среди пенсионеров не лучше давайте друзья давайте лучше вместе пойдем на теплоходе встречать восходы закаты гулять по красивейшим городам руси волка матушка да вместе вечером на ужине после ужина делиться впечатлениями рассказывать забавные истории мы соберемся где-нибудь на поле я думаю договоримся у нас будет уголок бара где будет все кота любители собираться мы будем рассказывать байки вы рассказываете свои а самое главное вот что мы не сказали самое главное ребята ведь я буду делать фильм я в любом случае делаю фиммеру свежие я буду зубами делать ноги свежие буду зубами делать самое главное будет фильм об этом круизе и соответственно каждый из вас может быть в этом фильме участника участником героем а я могу взять у всех желающих интервью где каждый человек может рассказать немножко себе своей жизни о своих на своей любви своей привязанности своих каких-то интересах и об этом узнает весь мир а помнишь мы с тобой были осенью в плёсе какая это красота кстати в конце сейчас вот этого объявления я поставлю к сейчас пойду быстренько смонтирую поставлю на основе своих прошлых фотографий мы во всех этих городах конечно бывали много раз я сделаю клип сделаю интересный клип для того чтобы наши все зрители могли увидеть красоту их ждет нас ждет снова а потому что я буду делать репортажи каждый тип жизни улыбках об эмоциях о городах а закатах и восходах о том как пьем кофе о том как мы завтракаем как нам на обед марсе красиво мороженое принесли ну все ну что передем собирать чемодан очень важно и красиво гордо и не торопливо да в гудок отчалил теплоход по речной воде пройдемся берегов мечты коснемся свой круиз открыл нам водоход владимир кот и его жена алла путешествуют вдвоем всегда показывают нам красоты городов и вдохновляют всех нас вновь они вдвоем как одна команда становится примером для всех семья и крикает дружно всегда любовь их словно звезды свет путешествия зовут и вдаль города дарят им теплоту владимиры алла это сказка дарит всем радость и мечту в каждом месте есть своя сила в каждом городе есть их свет они друг друга держат за руку и это видно сквозь ответ и